В среду стартует финал Единой Лиги ВТБ, в котором сыграют бессменный чемпион ЦСКА Эхимки, бросающий вызов фавориту в четвертый раз за пять лет. Армейцы свою главную победу в нынешнем году одержали две с половиной недели назад, над апфесом в финале самого престижного турнира Старого Света. И уже в ранге чемпионов Евролиги доигрывают сезон. В полуфинале против «Зенита» ЦСКА взял свое в минимально отведенные сроки. И хотя два из трех матчей вышли на тоненького, но было ощущение, что армейцы действуют с запасом, на классе. Химки же параллельно одержали свои главные победы, в количестве трех штук над казанским униксом. Подмосковной команде второй год подряд пришлось вести очень сложную борьбу на два фронта, В прошлом сезоне «Желто-синя» впервые в истории вышли в плей-офф Евролиги, но завершили регулярку во внутреннем чемпионате аж на шестом месте. В нынешнем же в какой-то момент пришлось забыть про борьбу на европейской арене. Потому что изменения в регламенте единой лиги сделали повторение прошлогоднего трюка невозможным. Но закончилось все снова встречей с униксом в полуфинале и победой. Две главных силы в современном российском баскетболе вновь сойдутся в борьбе за золотые медали. Счет по итогам двух предыдущих финалов – 6-0 в пользу ЦСКА. Поэтому, например, бывший центровой сборной России Виталий Носов, поигравший за оба клуба финалиста, но симпатизирующий Химкам, настроен не слишком оптимистично. «Хочется, чтобы финальная серия была упорной, а победитель не был известен как можно дольше», сказал Носов Сэ, но, видимо, этого не случится. «Мне кажется, что все закончится максимум в четырех матчах. Ключевых момента здесь два, травма Яниса Тима и уже выполненная Химками задача минимум. Поэтому силы не равны. Если все в финале произойдет достаточно быстро и не слишком интересно, это никого не удивит. У команды есть Швед. Он способен выиграть, пожалуй, любую встречу. Хотя вот три игры, вряд ли. Алексей может в любой момент выдать искрометный матч, такой, когда у него 30 минут мяч в руках и сумасшедшая результативность. Швед проводит блестящий сезон, и без него это была бы совсем другая команда. Да и Курти Найтис как тренер, мне кажется, лучше подходит для Леши, чем Гергиос Барцакас. Швед при нем играет чуть лучше, а хоть не делится мячом. Раньше он был больше как Хардин, получал и сразу бросал. Но в целом Химки на дистанции мало что могут противопоставить ССК. Швед – уникальный баскетболист, но он такой в команде один. На финале четырех Евровиги мне они очень понравились именно как команда. И все американские легионеры действуют здорово, и Диаколас Родригесом. В передней линии отлично играет Хантер, а Хайнс всегда на высоком уровне. Курбанов может сыграть против Шведа, как он не раз уже делал, и у него получалось. Думаю, ибо Ламбоя будут выпускать, и у Хава будет возможность показать себя. Да, у команды присутствует определенная усталость, назовем ее победная усталость. Но от этого они лишь будут стремиться быстрее завершить серию. В то, что финал может выйти скоротечным, говорят еще кое-какие цифры. Например, Химки в плей-офф единой лиги выиграл у ЦСКА всего два матча из 16 проведенных, причем оба, в полуфинале в 2013 году. А из последних 10 встреч за армейцами остались 9. Впрочем, надежду Химкам дает как раз та десятая, что была сыграна в начале марта и закончилась победой желто-синих в овертайме. Это, кстати, было уже после прихода в команду Куртина и Тиса. Но для подмосковных баскетболистов важен даже не сам результат, а то, как он был достигнут. Ту сумасшедшую игру болельщики помнят до сих пор. Высочайший накал эмоций и максимальная самоотдача, феноменальный дабл-дабл шведа, 37 очков и 11 передач, и хорошая оборона. Это тот рецепт, который Химки могут взять за основу. Тем более что в финале им не поможет Тима, вместе со шведом определявший игру команды в заключительной части сезона. И нужно вспоминать прежнюю игру, в какой-то степени упрощать действия. Потому что иначе такая махина, как ЦСКА, переедет и не заметит изобретателей велосипеда. Кстати, очень показательно, что обе команды уже объявили о продолжении сотрудничества с нынешними тренерами. Димитрис и Тудис год назад, как казалось, висел на волоске, но после второго Евро Триумфа за пять лет его позиции выглядят незыблемыми. И то, что клуб подписал с ним контракт еще до финала и начинающийся сразу после него селекционной кампании, говорит о многом. Руководство Химок тоже объявило, что достигшие поставленной перед ним цели Курти Найтис остаются в клубе. Хотя здесь речь пока идет не о подписанном документе, а о принципиальной договоренности. Субтитры создавал DimaTorzok